Всем привет, ребята! Так, телефон взяла? Взяла. В общем, позвонила мне Костина мама. Она едет в село. Автобусы ходят очень плохо. Поэтому я ее... Поэтому я ее отвезу. Ну, в общем, на остановку, скажем так. Она говорит, может, я и сама доеду. Она уже там выехала. Вот. Но если нет, то я для подстраховки. Вот. Так. Что я? Что я? У меня проблема, блин, с дверью с этой. Она почему-то с наружной стороны не открывается. И мне по-хорошему сделать развал. Только где это сделать? И что мне делать, я не знаю. Честно. Где-то есть ключи от этой двери. Только что ж. Там открою, а снаружи. Как? Что делать? У нас сегодня опять утро, сирены. Вот. Сейчас вот это вот затишье. то как раз поеду. В общем, капец. Все, буду прогреваться. Зашибись. Стою в пробке. И тут воздушная тревога. Вот это я выехала. А мама уже проехала весь город. Говорит, можешь уже типа разворачиваться, ехать назад. назад. Назад уже не буду ехать. Поеду уже в город. Надо хлеба купить кого-то. Может, по машине поеду, может, где-то газа заправлю, не знаю. Ну, в общем. Стрёмненько, стрёмненько. Триндец. Вот это выехала. В общем, ребята, сейчас я в городе. Развал схождения я нигде не сделала. Потому что закрыто. На одно там приехала. В общем, номер телефона у меня есть. Звонила, звонила. И вот только-только я дозвонилась. В общем, сказали завтра на восемь позвонить. Ну, после... С восьми утра, типа. Может быть, может быть, они будут работать. А чтобы вы понимали, в пробке я стояла, наверное, до двух часов, около двух часов. То мне надо будет, наверное, записываться с таким расчётом, что я, блин, буду долго. Надо к ним добираться. Наверное, так. Да. Заехала в магазин. Купила два кусочка сыра. взяла селёдку. Сейчас хочу ещё зайти на рынок тут, на Седово. Да и всё. Да и буду ехать домой. Буду ехать домой. Ну, чё ж. В общем, вот такие вот новости. Хотела заехать на заправку газ. Именно газом заправиться. У меня бензин есть. Мне газ надо. Бензин есть у нас. Всё нормально. По бензину. Я сколько заправок объехала. И 95-й, и 92-й, и дизель. Ну, короче, есть всё. А именно газа нет. Вот нигде не нашла. Может, где-то есть, да я не знаю. Не знаю. Может, погуглить надо. Вот так вот. Сюда ехала, машин вообще очень было мало. А сейчас смотрю, так уже разъездились. Немножко есть. Вот. Ну что? Пошли на рынок. Не знаю, там, может, снимать и не буду. Сейчас быстренько пробегусь и сразу буду ехать домой. Пока не попала под этот опять. Потом начнутся сирены, и я буду бегать тут по городу. В общем, всё. Иду на рынок. В общем, я уже, ребята, скупилась. Ну, как скупилась. Я купила то, что хотела. Сейчас покажу вам, что. Зелень. Это называется леверда. такая чесночная трава. Как чеснок, только такая травка. Может, кто знает, много кто делает салат с неё. Вот так вот. Вот что я купила. Боже, ищу, где камера. Хотела положить камеру в сумку. Ищу, где камера. аж разговариваю с вами. Ну, совсем уже всё. Всё. Ну, в общем, еду я уже теперь домой. Город какой-то пустой. Блин. Я в шоке. Людей очень мало ходит. Очень. Ну, понятно, почему он, конечно, пустой. И почему мало ходит людей. Тут, конечно, всё ясно. Видите? тут невозможно просто, блин, не расстраиваться. Хоть вы мне пишите, Надя, всё будет хорошо. Да, будет. Всё хорошо. Надеемся, конечно, на лучшее. Очень много что закрыто. Видите? Много чего не работает. да. Всё, еду домой. Я уже приехала, позвонила. Сейчас Костя выйдет, откроет ворота. А он уже, вот вижу, собак закрывает. Фух, добралась домой. Я уже помыла леверду. Ну, кстати, так нормально вышло. Думаю, ещё сделать салат. Вот. Яйца, майонез и леверда. витамина в ней очень много. Очень. Не знаю. Может, просто так будем кушать, поставлю. Правда, запах от неё, конечно, во рту, это трындец. Ну, запах, конечно, от неё конкретный, но витаминам там очень много. Да. Кушать, если честно, вообще ничего не хочется. Ну, это, понятное дело на нервах, но ничего. Леверду буду грызть. Я с неё делала ещё, помню, блинчики. Я, в общем, купила у бабушки. Господи. Это года два, наверное, назад было у бабушки на центральном рынке. Я купила эту леверду. У всех была такая, знаете, леверда молоденькая такая. Вот такие листики были не сильно большие. Она, когда уже побольше становится, то такие листья огромные в неё. Вот, и эта бабушка бедная стояла, уже такая леверда, это как трава, блин. И она же вот это её продаёт. Думаю, ну, что делать? Ну, короче, подошла, я в неё эту леверду скупила. Я её раздавала. Я, ну, никто её особо брать не хотел у меня уже, ну, знаете. Ну, я взяла её, порезала. Вот, соль. Сольки добавила, муки немножко, яйцо сырое. И такие блинчики пожарила на сковородке и нормально. Да, и покушали. Короче, да. Ну, это первые такие витамины. Это Даша разговаривает с Аминой. Да, по телефону, по вайберу. Сидит под лестницей. Говорит, ты знаешь, мама, мне тут так нравится под этой лестницей, уже так хорошо, говорит, я отсюда и вылазить не буду. Чтоб, говорит, не бегать туда-обратно, туда-обратно. А у нас снова, ребята, тревога. Мы уже, как бы, готовились ко сну. Да. Ну, быстренько переместились. Сон отменяется. Что у меня тут есть? У меня тут есть помада раз, зеркальце. Господи, Даша, такая смешная. Помада, зеркальце. И в этом сидим. Расчески там две, еще помада. Это вторая, третья помада. А я как раз была у Лены на премьере, смотрела, как они там едут. Это переживаю. Господи, вы бы только знали, как я за них переживала. Ой, ну все хорошо. В общем. И у нас началась тревога, и мы сюда полезли. Печалька. Сегодня у нас получается, ну так, днем было более-менее, ну нормально. Ну, ой, господи. Утром. Была с утра. Потом еще раз была. И вот еще раз. Третий раз за сегодня, правильно? Я правильно посчитала? Не пропустила? Ну, вроде бы не пропустила. вроде бы дед. Господи. Когда это уже закончится? Ты как хочешь, я спать. Не, зайчик, мне надо спать, мало ли. Не, можешь спать, я не буду. Сейчас залезу к тебе, и буду сидеть с тобой. Вот так вот. Короче, отсидели мы, ребята, сирены. Переоделись, переоделись, легли. Сколько даже прошло? Час, наверное, да? Примерно прошел час. у нас опять сирены. Фу, сейчас будем по новой подниматься, одеваться. и опять прятаться. Это трындец. Уже ничего не хочется. Да что ли, поднимаемся, одеваемся. Китюша моя, я люблю тебя. Я понимаю. Foil. Это трындец.